Здравствуйте, уважаемые студенты! Первый – специфика визовых формальностей для граждан. Второй – консульские сборы с оформлением визы в различных государствах. И третий – визовые требования для посещения некоторых стран Шенгенского соглашения. Первый – это специфика визовых формальностей для граждан. Кроме вышеперечисленных особенностей и условий получения виз, которые мы проходили в предыдущих лекциях, в некоторых странах существуют иные специфические требования. Так, в Нидерландах при получении визы следует предоставить фотографии недельной давности. При следовании в Германию в ряде случаев требуется дополнительная ксерикопия паспорта. При посещении Арабских Эмиратов женщинами от 17 до 30 лет, не носящих фамилию мужа, требуется сопровождение мужа. При посещении некоторых стран требуется оригинал приглашения. В ряде случаев заверенный перевод некоторых документов. Это может быть доверенность родителей или опекунов на ребенка в различных справах и подтверждениях. Виза некоторой арабской страны может быть выдана, если в паспорте туриста не стоит отметка посещения Израила. Или наоборот. Получение визы некоторой страны, Швейцарии, Урбай и другие страны, связанных с оформлением обязательства о возвращении. Имеется определенная специфика визовых формальностей для граждан СНГ, лиц спецгражданства, а также для беженцев и выношенных переселенцев. Одна специфика определяется их местонахождением. Если граждане СНГ находятся в стране гражданства и хотели бы воспользоваться условиями визы и поддержки российских туристических организаций, то такая поддержка может быть доказана в рамках всех сторонов соглашения России с каждой из стран СНГ. Например, граждане Казахстана, проживающие по месту гражданства, могут получить визу в стране с визом режима через российского турагента. Если в паспорт такого гражданина стоит выездная виза, выданная иммиграционным властями Казахстана. В порядке исключения такая виза может быть получена в Москве в течение одного месяца в казахском посольстве, что дает право данному граждану получить только однопрятную визу в страну с визом режима. Если граждане страны СНГ постоянно проживают на территории РК, то виза может быть получена в стране гражданства по согласованию со стороны гражданства, если это требуется. Она постоянно жительства страны СНГ, проживающих в Казахстане, а в сопростояние статичное ограничение на выезд. В соответствии с Европейским соглашением от 20 апреля 1959 года без беженцев освобождается от обязательства приобретать визу для въезда или выезда, если они обладают действительными документами, выданными в соответствии с конвенцией о собственности беженцев. А срок пребывания их в стране не превышает трех месяцев. В случае, если иностранное граждане или лицо без гражданства ходатайствует на визе РК, следовательное действие в визе ему может быть выдано только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти по миграционной службе, оформленного в порядке установленного правительства РК. Контроль за наличием виз или разрешения на виз в иностранных государств является обязанностью транспортных компаний, перевозчиков, пассажиров, если иной непроизводным международным долларом РК. И граждане некоторых стран, например, Латвии, если они оформляют визы в Казахстане или третьи страны в соответствии с действующими бюджетными соглашениями. В ряде случаев визовой формальности значительно упрощаются при реализации приграничных поездок для лиц, проживающих в приграничных зонах. Это на примере для жителей Магастанской области. Жители Магастанской области могут уезжать в Туркменистан до пяти дней. В выдаче туристской визы производится по ходу тайства туристской фирмы, принимающей стороны, обеспечивающей прием по согласованному маршруту, подтвержденные в сроке. Виза может использоваться для посещения родственников или знакомых по их приглашению, а также для деловых поездок. При реализации туристских путешествий туристские фирмы пользуются визовой поддержкой, виза-саппорт, приглашением на посещение иностранного государства. Для этого следует получить согласие принимающей стороны, в котором указываются полные атрибуты приглашаемого лица, цель поездки, сроки пребывания и другие. Приглашающая фирма несет полную ответственность о приглашенных в случае непредвиденных обстоятельствах. Консульское отдело проверяет все данные указанных в документах по визовой поддержке. Приглашение является основанием для рассмотрения вопроса о выдаче визы иностранным гражданам и лицам виза гражданства. В случаях предусмотров международных договоров МРК при наличии действительного документа, усуряющего личность иностранных и произнимаемых МРК в этом качестве. Приглашение является основанием для виза РК без визы. Приглашение в РК иностранных граждан и лиц без гражданства российскими юридическими лицами оформляется в Министерстве иностранных дел РК или его представительцам на территории РК, а там, где их нет, соответствующим органам контрнатия РК на основании письменного заявления этого юридического лица. В случае, если иностранных граждан или лица без гражданства намерно въехать в РК по приглашению гражданина РК, целью встречи со своими родственниками или знакомыми, приглашение оформляется органам внутренних дел на основании его письма на заявление. В этом случае, миграционное искусство Республики Ассо. Физические или юридические лица, приглашающие иностранные гражданства или лиц без гражданства РК, должно при необходимости испечить их пребывание в РК и выезд из РК. Планки приглашения являются документами строго отчетности. Документы Для постановки на обслуживание Департамента консульской службы МИДа следует предоставить такие документы. Натеряно заверено копию устава, копию регистрационного свидетельства или копию решений местных органов в власти о регистрации, копию справки о постановке на учет налоговой службе, копию свидетельства о регистрации в Государственной регистрационной палате для предприятия за сопроцентный иностранный капитал или совместный предприятие. Или последнее – это вописк и приказы или копию протокола. Плюс консульский сбор. Консульский сбор за оформлением визы в различных ресурс, различный его размер постоянно изменяется. В ряде случаев размер консульского сбора может оставлять до 20-30% стоимости заграничной поездки, что не соответствует рекомендациям всемирно-туристской организации. Размер консульского сбора в разных странах изменяется в зависимости от различных факторов, на примере политических ситуаций, деятельностей, деятельностей поездки и другие. Положение о предъявлении иностранными гражданами и лицами без гражданства. Гарантии предоставляют средства для проживания территории РК и выезда из РК и утверждения постановления правительства. Гарантиями признаются первое – приглашение иностранного гражданина. Второе – действительное для выезда из РК и проездные билеты или подтвержденные гарантии в приобретении пунктов пересадки. Третье – подтверждение юридическими лицами или международным организациям комитетом предоставления имицами для проживания иностранных гражданств и гражданств и РК. Предоставление гарантии не требуется в случаях. Первое – исследование служебной командировки иностранные дипломатические предстоятельства либо консульского учреждения в РК. Второе – официальных визитов РК, поездок в РК в качестве гостей и работников иностранных дипломатических предстоятельств либо транзитный проезд через территорию РК без визы, разрешается инфраструктуру или лицу без шанса в случаях, если они совершают пересадочный полет воздушно-транспортный через территорию. То есть, если человек делает транзитный визит через Касса, то за 72 часов тот турист должен выйти из страны. Здесь рекомендуемая литература Ефремова, Елена, Кусакова, Ердавлетов, Емельяева и так далее. Рассматриваем вопросы, сочетание и упрощение визовых формальностях, категории и вида виз. На прошлой лекции мы рассматривали категории и вида виз, например, США, около 20 виз. И плюс последнее – туристские и визовые формальности. Спасибо за внимание.